И пошел! Вперед, вперед, вперед! Доказывать состоятельность и необходимость создания новой службы приходилось каждодневно, ежесуточно. Может быть, ежечасно, каждому, всем, все восприняли создание, вернее, не все, но большинство, в том числе и наших коллег из других правоохранительных органов, что эта служба, ну, так ревностно подошли к созданию этой новой службы, что она была зря создана и так далее. Но вы понимаете, что руководители наши приняли это решение страны не с бухты-барахты, был изучен мировой опыт. Указ президента Российской Федерации за номером 306 от 11 марта 2003 года. С 1 июля 2003 года упразднить Федеральную службу налоговой полиции Российской Федерации. Передать Государственному комитету по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ функции Министерства внутренних дел по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Началось формирование коллектива. Основную его часть составили сотрудники налоговой полиции. Ряд вакансий заняли сотрудники отдела МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, следственного и экспертного подразделений МВД. Отбор новичков был очень тщательным. Начальник группы кадров Галина Носова старалась понять самое главное, почему кандидаты выбрали именно эту службу. Я обязательно дома анализировала, что, как было сказано, о чем бы я еще хотела узнать, поскольку никак нельзя раскрыть человека с первой беседы. Вот такой подбор, с моей точки зрения, он потом в дальнейшем повлиял на то, что у нас почти не было ошибок и практически не было текучести кадров. То есть пусть из 10, из 15 один, вот просто как зерно какое-то золотое. Но чтобы это был, как я бы сказала, это чтобы был наш человек. Мы просто не могли открыть счета в банках, не могли получать зарплату. Мы не имели удостоверений. Я простой лист бумаги писали, давали справку, что такой-то гражданин является сотрудником наркоконтроля. И с этими мандатами и с паспортом шли в цыганские адреса, шли и работали оперативно. Когда вот идет задержание, тут кричали, кто чего знает и кто как может. Стоять там налоговая полиция, стоять милиция работать. А потом жулики, ну как, погоди, налоговая полиция, они же предпринимателями занимаются. Ну и вот эти разговоры, что когда же эти комитетчики уедут, достали уже, сколько им можно работать, пусть езжают обратно в Москву. Наркоторговцы искренне полагали, что несколько десятков оперативников прибыли из Москвы и вскоре уберутся в Освоязи. Несколько человек, вот в том числе и цыган, попали в задачу взятки. То есть вот сейчас идти сюда не идет никто, чтобы дать деньги, чтобы как-то вопрос решить. Фактически после уже месяца работы в управлении следственным отделом было возбуждено первое уголовное дело. Это было 5 августа. Нам пришлось длительное время доказывать свою правоту именно по доказательствам по этому делу. И в результате рассмотрения второго станции в Верховном суде по данному делу, обвиняемый по делу был все-таки приговорен на длительное решение свободы. С июля по декабрь 2003-го управлением по республике Хакасия зарегистрировано 117 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 110 со сбытом. Возбуждено 87 уголовных дел. Изъято около 60 килограммов наркотических средств, в том числе 12 килограммов гашиша. Предъявлено обвинение 49 подозреваемым. 9 из них были осуждены еще до конца года. Старт был не просто хорошим. Управление оказалось в числе лучших по стране. Между тем, преступность постепенно начала уходить в подполье. Уже через непродолжительное время успех ряда оперативных мероприятий достигается благодаря проведению сложных оперативных комбинаций. В их числе и громкое дело преступной группы, сбывающей на территории Хакасии синтетику. Чтобы действовать наверняка, руководство решается на метод, так любимый создателями детективов, внедрение сотрудников. И пляски мои в ночных клубах. Это хорошо не употреблялся алкоголь абсолютно, потому что меня потом в определенное время забирали оперативные сотрудники. Я помню хорошо, когда это закончилось, это был задержание момент. Мы были тогда в ночном клубе. Практически вот все, ну большая половина тех людей, которые пошли потом по головному делу, они находились вместе со мной. И когда я зашла в наши операции, спецназом и был захват. Естественно, меня вместе со всей этой кучей благополучно, значит, на полы, наручники, на руки и так далее, ну чтобы никоим образом не раскрывать мою персону. И, конечно, был период реабилитации, но я плакала, потому что, когда вот это все закончилось, вот это напряжение было, снялось, и я плакала. По делу Шимарыкина-Кукарина. История этого преступления – классика детективного жанра. Первые ниточки наркополицейские потянули еще в 2003-м. Окончить же дело полностью удалось лишь в 2006-м. Организаторы сбыта наладили целую систему распространения синтетики Хакасии. В обмен на нее в Санкт-Петербург везли тувинский гашиш. В качестве прикрытия использовали фирму по поставке в северную столицу леса. Исполнителей мелких сушек вычисляли поочередно. Получая от них информацию и сопоставляя факты, постепенно вышли на организаторов. Во время их задержания впервые в Хакасии был изъят кокаин. А кроме того, 9 килограммов гашиша, 500 граммов амфетамина. Общий срок группы наркозбытчиков, в которую вошли около 10 человек, потянул на 56 лет заключения. Здесь в Хакасии мы в первую очередь поставили перед собой задачу сократить предложение. То есть это загнать наркозбыт в подполе, с тем, чтобы сложно было приобрести наркотики. Но во вторую очередь работали по профилактике, хотя сил у нас в управлении явно было недостаточно. Благотворительный фонд борьбы с незаконным оборотом наркотиков создан в апреле 2006 года. Основателем и первым руководителем фонда стал Владимир Викторович Михайлов. Начинали мы вдвоем. Я и полковник Пронин, госнаркотворитель. Раньше был майором Виктором Владимировичем. Было принято решение нашего управления и председателя фонда в рамках взаимодействия проехать всю Хакасию, встретиться с каждым главой муниципального образования. Все наши усилия были бесплатные, бескорыстные, просто отдушимые. Работали, тратя свое время, свои средства, ресурсы. Для того, чтобы фонд узнали, чтобы о нем заговорили, это было сложно, да. В рамках деятельности общественной организации в Хакасии появились турнир по боксу класса «Б» среди юниоров в памяти профессора Катанова и молодежный фестиваль «Оставь свой яркий след на планете». Фонд «Сегодня» – активный организатор антинаркотических мероприятий среди подростков и молодежи. На момент прихода в органы наркоконтроля, наверное, основная часть сотрудников, которые впервые столкнулись с этой проблемой, наверное, мы слишком просто относились к решению этой проблемы. Я, честно говоря, думал, что в течение нескольких лет мы эту проблему решим. Но вот время показывает, что этот змей, эта гидра треуголовая, она не так-то просто сдается, да, там требуется много-много усилий. Наркозбыт – это такая категория, которая очень быстро реагирует на изменения оперативной обстановки и сразу же новые методы. Последние два года у всех на слуху – это дезаморфиновая проблема, которую мы тоже в какой-то мере совместно со всеми субъектами профилактики и органами государственной власти как-то мы локализовали. В 2011 году в Хакасии фармацевтами принимается этическая декларация. В декабре 2011-го Верховным Советом Республики закон, запрещающий реализацию КДИ на содержащих лекарственных препаратов без рецепта врача. Лишь с 1 июня 2012 года аналогичный запрет начал действовать на федеральном уровне. Эта ситуация вновь показала – наркомания и незаконный наркооборот принимают совершенно непредсказуемые формы и требуют новых, неординарных решений. Мы идем как бы разными направлениями. То есть наркоконтроль обеспечивает правоохранительный аспект в системе профилактики, влияя на предложение. Мы обеспечиваем медицинский аспект этой профилактики, влияя на спрос. Мы как бы стараемся снижать и то, и другое. Но в целом цель наша – это снижение масштаба потребления наркотиков в республике, ну а значит и в России в целом. Обстановка, связанная с незаконным оборотом наркотиков, наверное, в каждом регионе она разная. Ну что касается Хакасии, то я полагаю, что все-таки относительно других субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирско-федерального округа, у нас обстановка достаточно все-таки благоприятная. Я не скажу, что она замечательная, но относительно было приятно. Те общие усилия, которые прилагаются органами государственной и муниципальной власти, правоохранительными органами, взаимодействия общими усилиями, нам позволяют все-таки не допускать нарастания и осложнений этой обстановки. Хакасия – это вот действительно красный регион, где правоохранительные органы жестко поставили заслон проникновению наркотиков в республику. Конечно, я не скажу, что мы полностью эту проблему решили здесь, но вот одну из задач, именно сокращение предложения наркотиков, мы считаем, что выполняем достойно. Борьба с наркотиками, одно из, наверное, я не знаю сейчас, страшнее, есть беда или нет в стране. Не дай бог, чтобы космологи скажут, а когда касается кого-то, это просто беда. С этим не знает, как они медицины, как бороться и все остальные. То, что этой службой призваны стоять на страже, как раз самое на большой беды. Создаются такие вот условия, а без условий мы понимаем, что любая профессия, любая служба, она не может просто действовать нормально. Сейчас прекрасные условия для работы, и сейчас уже с людей можно спрашивать эту работу. Со следующего года ФСГН входит в программу реформирования, то есть вырастут оклады в 1,75 раза, то есть привлекательность службы растет, в том числе и вот работа, рабочие места, вот так надо, вот их на спортзал, вот поддержка властей, и что еще надо работать. Сейчас ваша задача, действия по команде, приготовиться к стрельбе. Полоборота к мишени, левая рука не болтается ни у кого, в районе груди, живота ее удерживаем. Снять затвор с затворной задержки, средоохранитель. Курсантом в СССР закончил, три выставки с отзывами. Сибирский юридический институт основан в 1962 году. За годы существования учебным заведением были подготовлены более 10 тысяч дипломированных специалистов. С 1 сентября 2011 года на основании распоряжения правительства Российской Федерации Сибирский юридический институт МВД России передан в ведение Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В 2019 году 100 юношей и девушек из 50 регионов России зачислены в институт и приняты на службу в органы наркоконтроля на должности курсантов с присвоением первого специального звания рядовой полиции. В их числе два юноши из Харкасии. Нравится учиться здесь. Это дисциплина, это воспитание, то есть нас как бы воспитывают как будущих сотрудников, дают очень хорошее образование. Я очень доволен, что, конечно, сюда поступил. Посмотрите, никаких следов на нем нет. Если объект гибкий, то есть несколько работ. Самое простое это перекатывание порошка по лесу. Мы своим курсантам и студентам даем очень мощный блок медицинской и наркологической подготовки. У нас очень большой акцент сделан на занятия по наркологии, по профилактике, наркомании, по противодействию наркопреступности. То есть это те специальные знания, которые в обычном юридическом вузе получить невозможно. Наши специалисты на выходе из учебного заведения будут готовы не только распознать человека, находящегося в кризисной, в критической ситуации, и оказать ему первую медицинскую помощь, но еще и грамотно, квалифицированно заниматься антинаркотической пропагандой и оказывать помощь в том числе наркозависимым и больным какую-то консультационную помощь их коллегам, друзьям, товарищам. Это тот мощный блок знаний, который в других юридических вузах никто пока не дает. Мы первые. Посмотрите, пожалуйста, систему описания человека по методу бухгалестного партия. Наркомания стоит на первом месте. Это как бы основная проблема молодежи. И вот я решил поступить в этот вуз для того, чтобы хоть какую-то пользу принести для борьбы с ней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok